Итак, всем привет, с вами ДВГ, продолжаем играть за Германию в World of Blaze И наша армия наконец-таки полностью готова к началу новой мировой войны У нас почти полностью готовая армия В этом плане у нас, видите, здесь есть некоторые дивизии не до конца оснащенные Вот эта армия, это полностью армия из австрийских войск, которые мы перевооружили И дообучаем потихоньку, ну, видите, они не полные, они здесь скорее как, так сказать, заслон Может, возможно, они будут немножко наступать, но снова, конечно, прорывы будут приходиться на наши легкие танки и на наши средние танки У нас, ну, прям солидное количество, и они прям очень-очень сильно выглядят У нас, кроме того, пехота тоже, на самом деле, прям очень страшно 400 атаки, 160 прорыва, сотка еще есть хард-атаки, защита вообще 760 Я бы сказал, это просто безумно страшная пехота, но Но, я вот что понимаю, что в Европе, пока я воюю, мне это простят, такую пехоту, такое вот потребление припасов Но, когда мы пойдем на восток, нам обязательно надо будет делать как минимум вот это А, скорее всего, нам придется убирать лишние затраты здесь по припасам, делать часть пехоты легкой Делать эту артиллерию обычной В общем-то, нужно будет здесь, скорее всего, оптимизироваться Но это все попозже Вот, то же самое, скорее всего, с танками придется делать Хотя танки, в принципе, ну, так они оптимизированы, как возможно Тут такая тяжелая артиллерия, вот это вот, возможно, мы ее тоже заменим на легкую Это чуть-чуть должно Да, ну ладно, это совсем немного, наверное, не будем менять В общем-то, когда-то туда дойдем, там и посмотрим Сейчас я буду заниматься, наверное, переставлением воздуха вот сюда И больше пришло время уже Итак, наши дивизии на местах, наша авиация на местах Флот наш, я полагаю, сильно действовать не будет Поэтому пускай он пока ожидает в порту Мы дождемся Единственное, можно вот так вот еще сделать, наверное Нам это пригодится Вот так, все планы есть Единственное, у меня вот эти парни еще не допланировались Но, ладно, это может потерпеть, в принципе И активировать фл вейс Что ж, я думаю, я даже немножко помикрю Так что будем продвигаться не спеша по моему времени Но аккуратненько и достаточно быстро, я думаю, по игровому времени Поехали А здесь мы сразу же исследуем западные военные планы Потому что мы постараемся практически моментально высадиться в Норвегию и Данию Эти дивизии только надо будет, конечно, восполнить Но они идут в приоритете Так что должны вроде пополняться У нас здесь вот есть радар Который нам сейчас будет помогать на западе Нас уже начинает немножко бомбить Но кое-как мы вроде будем справляться Плюс я полностью перехожу на постройку топлива Потому что топлива у нас очень мало И пока что мы сможем прожить кое-как на некоторых импортах Плюс, как бы, ну мы не так уж и много тратим У нас, видите, здесь месяц чуть больше будет И да, тратим мы очень-очень быстро Но мы опять-таки можем с этим как-то прожить сейчас Через некоторое время оно кончится Поэтому нам к этому времени надо достроить синтетику И вот мы, собственно говоря, уже под Варшавой И сразу же идем дальше Потому что, ну, нам, очевидно Нужно побыстрее занять все цели войны Здесь у нас легкие танки продвигаются Тоже спешат быстрее сюда А здесь у нас пехота по тем, кто тоже Двигается по вот этим целям победы Вот это мы не будем добивать Потому что нам нужно это снаряжение Мы, кстати говоря, потеряли уже 130 тысяч человек Когда мы потеряли всего 4 тысячи Очень, конечно, жестокий размен, я бы сказал И вот мы уже доходим до последних городов И Польша капитулировала У нас топливо еще на 82 дня Покупаем мы максимум Советского Союза, что можем Надо еще с ними получать отношения И сразу после этого мы сейчас поедем в Данию Давайте-ка наши Так, все, мне показалось, что у меня танковая дизия пропала Нет, здесь просто было 2, здесь было 3 Вот здесь все, так же их 5 Вот сюда вас И так же вас Мы отправим Кватывать Данию Сейчас переправим всю авиацию Возможно на запад, но вообще Пока еще не обязательно У нас есть страйкбомберы, которые у нас будут Помогать, наверное, уже в Дань В Норвегии, точнее Давайте штуки мы перебросим вот сюда И туда же мы перебросим сейчас истребители И мы, кстати говоря, тут колобок с Советским Союзом сделали И давайте-ка сразу 2 делаем И мы готовы нападать на Данию еще до того, как у нас военные планы готовы будут Ну, что ж, пускай наберут тогда еще немножко планирования Хотя здание нам, объективно говоря, не очень нужно И только единственное, что вот эти ребята, они полностью заряжены, да? А можно было вообще распустить вот эту дивизию, допустим Чтобы эти ребята получили чуть побольше Наряжение И давайте-ка, да, мы Делим с Советским Союзом, конечно же Эти ребята пускай еще потренируются немножко Поплива, кстати, игра, видите, в норме Пока что, пока у нас нету непосредственно боевых действий И планы готовы Давайте сразу же мы идем вот сюда Да, у нас здесь, видите, есть Так сказать, релаксирующая наша индустрия Очень неплохие дебафы нам дает И не дает нам на военную экономику Перейти, но, в принципе, на какую получше Потому что мы сейчас убираем этот дебаф Становится намного легче дышать И идем в военную экономику И начинаем еще активнее застраиваться благодаря этому Ресурсов у нас, видите, пока что не хватает И это сразу же пофиксится, как только мы закончим с Францией Так что, ну, нам это только мотивирует нас Побыстрее захватить Францию, собственно говоря Потому что тогда мы сможем с Португалией Сделать договор на вот эти ресурсы С резиной, в принципе, там достроимся Как раз к этому моменту плюс-минус Из Индокитая чуть-чуть успеем поимпортировать Но со всеми остальными у нас, в принципе, особых проблем и нету А, ну и стоит не забывать, что у нас вот эти техники тоже подкачаются Тоже станет чуть попроще дышать Итак, у нас тут, кстати говоря, появились новые кнопочки У нас есть кнопка нажать, что данник останется немецким Останется Мобилизовать публику, да, тоже Здесь рост эффективности нам очень нужен У нас уже 300 воензаводов и новые появились И теперь давайте-ка операция Визирюбунг Поехали Конечно же у нас моментально зеленые кружки Все-таки у нас здесь, ну, танки Удание всего лишь пехота, да Удание сдается моментально И теперь мы нашим флотом Делаем приказ такой вот, кстати говоря По ощущению, здесь остались еще британские какие-то корабли Вау Ну, в любом случае, они отправляются А мы сразу уже готовим наш воздух помогать к выставке О, а вот еще неплохая помощь для нас Советско-немецкий договор торговли Мы получаем себе дополнительные ресурсы Это, конечно, всегда очень приятно Мы теперь можем немножко Нашу экономику расслабить, так сказать Хотя все равно, видите, у нас, конечно, есть некоторые проблемы Но намного-намного все прекраснее И это еще У нас эта теха подкачается Это мы еще достроим Так что, ну, в общем-то, вроде все у нас распланировано неплохо Да, здесь есть французские действительно подлодки Но они ничего не смогут сделать Наши конвои за надежным щитом Высадка здесь проходит Достаточно успешно Опять-таки подлодки опять пытаются что-то сделать Там еще... А, это все еще подлодки Но мы уже высадились И, блин, ну сюда мы уже не сможем высадиться Надо будет сейчас Возможно планировать высадки куда-то сюда Ну и плюс пробиваться подальше А наш лот включает патрули Сейчас будет искать эти чертовы подлодки А вот, кстати говоря, он их нашел Или они нас пытались... А, конвои здесь все еще они пытались найти Ну, дальше чем с этим А, кстати говоря, а где еще? А еще две дивизии доезжают Отлично Ну, вы сразу бегом сюда Не знаю, сколько там у... Норвегии дивизии Не так-то и много Давайте взламываем вот это Кстати говоря, можно было нажать до Но уже ладно И параллельно планируем Нашими танками атаку Сюда, в Бенилюкс Мы можем и то, и то одновременно делать О, а мы здесь вот находим Внезапно французские подлодочки Наши ударные бомбардировщики Сейчас по ним неплохо, я думаю, отработают Да, очень неплохо И здесь параллельно мы еще Вот британские какие-то корабли находим Которые заплыли В попытках, наверное, спасти Данию Я не знаю Но они больше не выплывут никуда Добавляем также в наше производство штуги Они тоже составят важную часть нашей армии Ну и да, потихоньку, чуть-чуть просыпаемся По экономике, видите, здесь уже Ну, у нас все практически нормально Как бы Еще можно поактивировать стальные заводы У нас, я думаю, они... А, нет Слушайте, стальные заводы по максимуму, окей Когда вместо этого, ну Сталь можно найти, где купить Как бы Здесь резины только некоторые проблемы Но временные Временные Здесь наши дивизии потихоньку движутся По ощущениям, даже четырех их, собственно говоря, тут и хватит Ведь это дивизии, ну Тоже очень солидные, на самом деле Да, здесь они реально Все еще находятся Ну, мы бобим здесь Поэтому не будем сюда переходить Сейчас здесь все выловим Подкачаем вместе с этим опыт Это очень тоже важно Можно еще вот так поставить И опыт морской вот этот получим тоже Тут потом поищем, поуничтожаем Ну и потом, возможно, будем куда-то сюда пытаться переходить Хотя мне не сильно нужно именно бои вступать А мне потом просто достаточно Пересечь пролив И, возможно, плотом пожертвовать ради этого Возможно, сохранить еще при этом Что ж, наши войска здесь готовы Так что Не тормозим, а Надо активировать уже следующий план Нам нужно как можно быстрее Разобраться с Францией Поехали Операция Гелт И мы сразу же Так, здесь Какой-то один чел тренировался еще Ну ничего Сразу же сейчас будем Закатывать Нидерланды, Бельгию и Люксембург Они, мне кажется, вообще к этому не готовы В этой дате еще Хотя они, в принципе, никогда и не будут готовы Итак, Нидерланды капитулировали Тоже нам неплохо снаряжение подарили Теперь все эти войска Нужно по-быстрому Вот сюда Как переместить И вот эти дивизии Тоже Вот здесь немножко приказами Переместить будет Ну, в целом Ничего сложного Просто вот так И сразу же душим дальше Францию Не останавливаемся О, смотрите Мы даже легкие крейсеры какие-то нашли Британцы туда реально Как-то многовато кораблей завели Французским там что-то Реально человек подкачается Не так, что им много Но солидно И корабли, самое главное, подкачиваются И вот Мы тут Шаг за шагом Спокойненько Бельгию тоже Почти доели И уже заходим Во Францию В принципе, ну Ничего нового Вот здесь вот так У нас очень не так много пехоты Вот эта пехота не успевает Буквально просто за танками По ощущениям Я бы, знаете, наверное Просто вот так вот бы и сделал Вот так сделать И как-то вот так Потому что Но они реально не успевают Эти хотя бы еще танки успеют догнать Но те точно В принципе, достаточно исторический Исторический момент Потому что У Германии Реально шли очень далеко впереди Допустим, в Советском Союзе И пехота просто не успевала Эти позиции занимать В принципе, во Франции Не знаю Тоже, по-моему, что похоже бывало Так что ничего Накоплю политики 150 Поставлю военэкономику И Нажму фокус Таким образом Немножко сэкономив Себе дней там и там Это так Подошло к Парижу Пусть человек на Париж Открытый город Падение Парижа След за ним вышло Невозможно, если говоря Успеет его занять Обратно Нет, не успели Ну, я предполагаю Что вот-вот должна быть Капитлят У нас Видите, снопление Тоже не успевает Немножко за нами Бывает такое В жизни И в этой игре В принципе Но Кое-к Кое-к Еще достает Ну, и мы кое-как Точно так же проходим В принципе Я бы сказал Нормально Миталя Пожарет зайти в ось Берем, конечно У нас сейчас Боевоенные заводы Распределить Но у нас Немножко ресурсов Не хватает А тем не менее Давайте, да Добавим все машин Нам точно надо будет Побольше машин Но точно нужно будет Намного больше Авиации К Советскому Союзу Но Так, да Наверное нам хватит Примерно всю игру Нам нужно будет Намного больше Штурмовиков Нам нужно будет Намного больше Танков Штуки Наверное нам хватит А вот Третьих Пожалуй БЗ-шек Нужно будет побольше Устраиваемся уже На воену Советским Союзом Я думаю Вот сюда я добавлял Лишние военные заводы Когда мне не хватало Ресурсов Можно их оттуда убрать И Я вижу, что мне не хватает Несколько алюминия Так, нефть Нет Нефть надо покупать Все И Пока что мы покупаем Но есть ощущение Что нужно будет Немножко его подстроить Да Но мне в принципе И не очень хватает Покупного алюминия Сейчас Ну еще наверное Что-то захватим Я полагаю Возможно да У нас видите У нас еще можно Активировать алюминий Но чувство есть Что надо будет Подстроить О А вот Триумфа Франции Подъехал Да Делаем лишь Францию В октябре мы Закончили с Францией Ну и в принципе Со всеми союзниками Так Еще один день На капитуляцию Кто-то что-то должен Да Отлично Получили мы 10 12 тысяч машин Я так полагаю Да Слушайте Очень солидно Очень солидно Мы с них получили Снаряжение Я доволен И теперь планируем Конечно же Высток в Британию Я полагаю Что мы будем Высаживаться вот сюда Это самое такое Классическое место Выстки Плюс-минус сюда Плюс-минус Может быть Еще сюда Подумаю То есть Ну вот Идеально Выстка конечно В этой игре В Британию Это вот В эти две провинции Параллельно В эту Кстати Вы дожимаете Берете себе Плаздаром И уходите И почти сразу В Лондон В общем-то Классика И Норвегия Кстати говоря Еще не капнула Но вот Эта провинция Буквально Последняя Остается Я чувствую И она Капнет У нас У нас У нас Япония. Здесь в потихонах сейчас будем тоже пробуждать промышленность и выходить на самообеспечение. Вот так, Норвегия должна капитировать. Я занял провинцию, что-то они не хотят. Да ладно, они успели осло вернуть. Небольшая задержка произошла из-за этого, но сейчас мы разберемся. Норвегия, короче говоря, решила побегать со мной за территорией по соседаться, ну ладно, так и быть. Я не против. Сейчас мы все позанимаем здесь. Единственное, что там занимаются, это те дивизии, которые должны готовиться к Британии. Ну окей, я могу с этим только продолжить, мы все равно все сделали очень быстро, а нам нужно еще успеть некоторые фокусы сделать. Мы сейчас сделаем вот этот фокус, нам бы вообще в идеале успеть потом вот этот фокус еще когда-нибудь сделать, но в Британии, наверное, и нет. А так, тоже, Рейхскомиссариаты нам нужны. Нужно нам сделать Рейхскомиссариат польский, здесь Рейхскомиссариат, возможно, из Франции, потом из Норвегии, в общем-то. Есть чем заниматься, экономическая усталость идет, нужно еще банды выпускать, также не забывать, чтобы ее снижать. В общем-то, есть чем заниматься пока нам. А и мы, кстати говоря, провалились с тем, чтобы взять Норвегию. Либо, наоборот, успешные. Да, видите, три успешно. Оно пишет свои, когда и успех, и не успех, так что, ну, видимо, все-таки успех, потому что регионы там и забрали, только немножко не повезло с тем, что некоторые вернули. Нажали мы сконвертнуть 100 командных очков в палитку, теперь нажимали, понажимали здесь еще, новые решения, и у нас теперь вермахт лояльный, мы выдали всем фельдмаршалов, ну, всем, кто отличился. У нас доступны теперь две вот эти новые кнопки, у нас вот эта кнопочка доступна, благодаря речи. И, кстати говоря, ее, в принципе, можно и понажимать. Другой вопрос, хочу ли я сейчас 25 туда палитки тратить? У нас палитка идет почти по 3 единицы в день. Надо обязательно сталь потихоньку все восстанавливать. И вот это нам, наверное, не нужно. Сталь мы больше здесь, точнее, железа мы не можем добавить, можно нефти еще немножко добавить, нужно попозже это сделать. Да, пока что просто нам нужно копить силы. Для Советского Союза у нас уже 400 военно-заводов, ну, сейчас нам нужно накопить нефти, накопить, я бы сказал, точнее, топливо, настроить себе синтетики и таким образом, в общем-то, полностью себя обеспечить по всем ресурсам. И, наконец-таки, Норвегия тоже капитулировала. Отлично. Теперь мы всю нашу, собственно говоря, армию морских пехотинцев можем отправить для Британии. Также к нам теперь уже присоединилась в Венгрии, что позволит нам вот этот приказ сделать вот таким, пожалуй. А генералы, которому нечем было заняться, перейти вот сюда, пожалуй. Скоро, кстати говоря, ну ладно, еще не совсем скоро, но в один момент еще и Грецию надо будет подготовить. Ну, пока что мы вот так вот готовимся. Грекские миссариаты есть, можно пойти взять военные заводы с Венгрии, но был еще один фокус, который я хотел сделать. А это как раз таки фокус на Вольфрам. У нас, видите, сейчас мы закупаем 11 фабрик. Вот этот фокус даст нам 11 фабрик за 1 ТНП. Сильно ли это того стоит? Ну, в целом, как бы да. Плюс, опять-таки, это будет потихоньку расти, необходимость. А так, у нас еще дополнительно будут покупать, так что да, я думаю, это точно экономически того стоит. Так, дивизия на месте, но план еще... план еще будем готовить неплохо так. 56 дней надо, у нас всего 16 готово. И это... И это нам не хватает вот этой техи, на самом деле, которую стоило бы взять в целом. Ну ладно, уже поздновато. Так что, пускай они все это время зато потренируются, может еще по левелу возьмут. А мы тем временем, можете, знаете, что сделать? Наши танковые дивизии бы вот сюда отправить, давайте посчитаем, сколько мы сюда можем еще поместить. А здесь уже нехватка снабжения. Мы не можем сюда ничего поместить. Нам нужно вот так, пожалуй, сделать. Да. И... ЖД бы, возможно, апнуть. Вот, хотя... 85 дней, господи, нет. Ну, давайте тогда, да, хотя бы так. И, пожалуй, вот так. Что нам еще делать? Надо готовиться к доступлению сюда. Здесь нужны пункты снабжения. Хотя бы в порт построить. Вот. А пока, собственно говоря, высказать будет готовиться. Но высадимся мы уже в следующей серии. Это подошло к концу. Близкриг здесь вот мы сделали. Давайте только напоследок, наверное, сделаем мы все-таки лейхскомиссариат. И, да, норвежский. Забираем норвежское железо. Нидерланды. Ну, остальное оставим на следующую серию. Вот. С вами был Дубк. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий. Все как обычно. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok